Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного Писания. И сегодня мы будем рассматривать текст из книги «Бытия» 49 глава с 10 по 12 стих. Здесь мы находим следующие слова. «Не отойдет скипедр от Иуды, и законодатель отчесил его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Мы попытаемся сегодня понять, кто такой примиритель. Далее говорится, «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белые зубы, от молока». Итак, о чем здесь говорится? «Не отойдет скипедр от Иуды, и законодатель отчесил его, доколе не придет примиритель». Примиритель в иудейском и в христианском понимании – это Мессия. Если вы посмотрите иудейское истолкование Раши, то он пишет, что это Мессия, то есть Христос. Если вы посмотрите истолкование Отцов Церкви, они тоже говорят, что это речь идет о Христе. Конечно, в современном иудаизме, даже вопреки собственной традиции, они пытаются под это понятие подогнать что-то еще. Сначала обратим внимание на слова «Не отойдет скипедр от Иуды, и законодатель отчесил его». То есть не «Не отойдет царская власть от дома Иуды, и законодатель отчесил его, доколе не придет примиритель». А когда придет примиритель, царская власть должна отойти от дома Иуды, и власть совершать суд должна отойти от царственного дома евреев, и это мы видим только во дни Иисуса Христа, когда царем над евреями впервые становится не еврей. Ирод Великий был эдуменянин. Таким образом, скипедр Иуды был отнят от дома Иуды. Потому что, если мы говорим даже о династиях, которые были до Ирода Великого, они всячески роднились с домом Иуды, чтобы как-то обосновать именно свою легитимность. Это хасмонейские династии. Законодатель отчесил его, то есть право выносить смертный приговор. И мы видим, что когда иудеи приговорили Христа к смерти, так как законодательная власть отошла от них, чтобы утвердить смертный приговор, они отправляются к прокуратору Понтию Пилату. Потому что всего этого они уже были лишены. Примиритель и ему покорность народов, не одного народа, а всех народов, только в формате христианства, вера в Иисуса Христа распространилась среди всех племен, народов и языков. «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослица своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое». Вот здесь мы видим пророческие образы, связанные с пришествием Христовым, который действительно смиряет наше ослиное упрямство, привязывая нас к виноградной лозе, которая является символом народа Божия. И Христос сам в своих притчах часто касается этого образа. Надо сказать, что вот эти слова «доколе не придет примиритель», здесь есть некоторые трудности для перевода. «Пока не придет примиритель», может быть, вот эта фраза переведена, «пока не придет мир, пока не придет тот, кому он, Скипидор, принадлежит, пока не придет тот, кому принадлежит все должное». Этот стих всегда воспринимался как мессианский, как я уже сказал, не только христианами, но и иудеями, хотя допустимы разные переводы. Второй из приведенных вариантов перевода почти дословно воспроизведен в книге «Изекииля», 21 глава, 27 стих. «Там, где царю Иудеи велят снять диадему» – это «Изекия» 21, 26, «снять с головы, ибо владычество над Иерусалимом достанется тому, кому принадлежит он этот город». «Изекия» 21, 27. Христос точно происходит из дома Иуды, из колена Иуды, и мы видим его два родословия, это в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. Даже противники Христа Иудеи в Талмуде записали, что Иисус был близок к дому царскому, то есть по своему происхождению. Теперь давайте посмотрим текст из книги пророка Захария, 9 глава, 9 стих. Этот текст перекликается с тем, что мы прочитали. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Привязывает к виноградной лозе осленка своего, это смирение еврейского народа, есть такое объяснение. И к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, лучший виноград, это церковь. Почему церковь лучше, чем ветхозаветный народ? Потому что она не замыкается на одном племени. Церковь объединяет все народы, все племена и все языки. Теперь текст из пророка Захарии. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под Иремной». Здесь мы тоже видим понятный, в общем-то, образ, который реализуется в день вхождения Господа в Иерусалим. Кстати, в иудейской традиции Захария 9.9 тоже относится к мессианскому месту. Таким образом, у нас не остается сомнения, что примиритель – это Христос, который действительно рождается тогда, когда Скипидор, символ царской власти, отнят от дома Иуды, всецело, и над евреями царем становится нееврей, идуменянин, ирод великий. Христос приходит в этот мир, воплощается в нем, тогда, когда законодательная власть отнята от еврейского народа, и ему, Христу, принадлежит покорность народов. Ибо Христос, отправляя апостолов на проповедь, сначала говорил, «К язычникам не ходите, в города самарянские не заходите, идите наипадчик погибшим овцам дома Израилева». Но после того, как еврейский народ отверг его пришествие перед своим вознесением, он говорит «Идите и проповедуйте всем племенам, народам и языкам». И мы, христиане, верим в древнее пророчество о Христе и видим их исполнение в формате новозаветного откровения, который являет нам образ жизни и обстоятельства жизни Христа Иисуса, Господа нашего. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. Спасибо всех, Господь!